Всем здравствуйте! С вами православный Делюш, и мы сегодня поговорим про хор Братьев Валаамского монастыря. Ладно, шучу-шучу. Не православный Делюш, совершенно обычный, но говорить мы действительно будем про хор Братьев Валаамского монастыря. Их релиз, альбом называется «Северный Афон». Вышел он в 95-м году, был переиздан в 99-м. Копирайты можно найти разные, не суть важна. Я думаю, что большинство людей подобные песнопения религиозные известны разве что по партиям Григорианского хора в треках «Энигма». Но мы же не большинство, да? Мы же не такие. Поэтому давайте разберемся. Давайте поговорим про это. Как я вообще вышел на этих товарищей? Интересная история. Вышел я на них через Deathspell Omega. У них есть трек «Cartel Malefactor». Это почти 12-минутный трек, и в нем есть трехминутный отрывок, где есть церковное песнопение на русском. На самом деле это не отрывок, это, собственно, и оказался весь трек. Они его полностью вставили. Мне он понравился, ну и трек, и этот отрывок, вставка, да? Я пошел искать, что это такое. Значит, оказалось, что среди любителей Deathspell Omega это тайна. Тайны сия покрытым мраком есть. Есть какие-то догадки, строят какие-то предположения, что бы это могло быть, входит в случае, что то, что сё. Короче, ну меня этим не проведешь. Я покопался и нашел эту вещь. Я нашел этот конкретный трек. Я не просто его нашел, я нашел, где его найти на физическом носителе. Мне пришлось заказывать его аж с французского Амазона, с отдельного аккаунта, и заплатить за эту баснословную сумму для обычного диска. Но, тем не менее, я его нашел, я его послушал, и, соответственно, вот этому комьюнити любителей Deathspell Omega радостно сообщил. Пацаны, это вот этот вот конкретный трек, вот с такого-то альбома, вот линка на дискокс. Кстати, на дискокс страничку я тоже, конечно же, поправил. И вот слушайте на здоровье. И в процессе поиска всего этого дела пришлось лопатить Ютуб, и на Ютубе я нашел, скажем так, клип на вот эту вещь. Песня. 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 Большая Владычица всех небесных вой, радуйся, невеста, неневестная. На всякий случай уточню, что трек, который вы прослушали, только что это не тот же трек, не тот же исполнитель, который звучал, как бы спел Мегли, который я, собственно, искал. Они просто, скажем так, примерно из одной и той же предметной области. Первая реакция на прослушивание, на этот трек у меня была примерно такая. И не только первая, там вторая, третья, пятая. Можно далеко не послушать, ну как, что это, кто это. Короче, меня зацепило, другими словами, да. И я пошел искать и слушать, и это был, собственно, хором братьев Амского монастыря, Северный Афон, первый же трек с этого релиза. И чтобы вы поняли, вот вишенка на торте, скажем так. И я вышел на этот трек, по сути, через трек с трилогией Довспеломега, трилогией альбомов, да, с первого альбома с этой трилогией, которая, по словам самой Довспеломега, самих музыкантов, является музыкальной версией теологической полемики о божественной сущности дьявола, роли и добродетелях Юеры, вместо человека во всем этом, с точки зрения теистического сатанизма. Спасибо, Довспеломега. Ну так вот, этот сам по себе хор среди любителей религиозных песнопений, в частности православных, является одним из самых известных, наверное. Но, конечно, для широкой публики это музыка непонятная, это какая-то неизвестная вещь, экзотика и вообще. Тут есть важный момент. Не надо ни в коем случае путать это хор братьев Валаамского монастыря с хором Валаамского монастыря. Это две совершенно разные группы, два совершенно разных коллектива. Хор Валаамского монастыря – это профессиональный коллектив, выпускники всяких санкт-петербургских консерваторий и прочего-прочего, профессиональные музыканты, они собираются, поют одно, другое, песни про войну, ездят, гастролируют. Куда он все делал? А хор братьев, собственно, Валаамского монастыря – это те самые люди, которые сидят в монастыре, реальные монахи, и, собственно, исполняют преступления религиозные, в качестве религиозных обрядов. Значит, возможно, у кого-то, в принципе, я такое слышал, возникает вопрос, типа, что про это рассказывать? Ну, мужики поют красиво, да? Что тут можно говорить? Ну, нравится, слушать надо. С одной стороны, да, вроде как логично, но мне кажется, что стоит понимать, сколько всего за этим стоит. В смысле истории, в смысле самого смысла этой музыки и вообще всего. Я, когда начал этим интересоваться, я чуток копнул, только чуток, и увидел такую бездну, что вот покажу даже не вершину айсберга, а вершину, вершину айсберга, чтобы у вас было просто понимание, насколько там все, скажем так, непросто, да? Но, чтобы вы понимали, есть отдельная дисциплина, называется литургическое музыковедение. И оно занимается именно литургическим песнопением. Но это не единственная дисциплина, которая необходима для глубокого понимания. Нужно еще знать семиографию, это натоведение. Потому что, как вы понимаете, этой музыке, ну, как это, огромное количество лет, и многие эти вещи, как бы, по религиозной традиции дошли до нас, ну, в каком-то условно-письменном виде. Вот вам кажется, что это просто мужики поют, да? Давайте посмотрим. Есть, например, различные традиции. В принципе, в религиозных песнопениях, да? Ну, есть византийская традиция, греческая, католическая, которая тоже на что-то там делится. Есть православная традиция, которая, отмечу, делится на традицию русской православной церкви, сербской православной церкви и болгарской православной церкви. Эти еще вещи как-то развивались по-своему, вы поймете почему, и более чем меньше изучены, да? А есть еще Господь и прочие-прочие религиозные песнопения, которые вообще молчут, да? Ну, берем, допустим, ту же византийскую традицию. Всего лишь одну традицию, всех этих традиций Которые, ну, все про лиргиозное песнопение Возьмем только X век Да, вы понимаете, да, это как бы Музыка с огромнейшей историей И смотрим на нотации X века, у нас есть Куаленская нотация А есть Шарцская нотация А до этого была Экфонетическая нотация, а после этого Была Средневековзантийская нотация И мы сейчас буквально пару веков посмотрели нотации Это все более того, это все безлинейные Нотации, вы помните современные ноты Вот там с линеечками, да, вот это линейная нотация Она, вот эта современная Линейная нотация появилась Ну, не то, чтобы не так уже давно Но в контексте литургического музыки Это все как бы Сводится к так называемой киевской нотации Примерно XVI век, да Вот эти все нотации, которые Говорил, они безлинейные, они каждая Своя, да, выглядит по-своему И читается, трактуется по-своему И, соответственно, тебе как там специалисту Или исполнителю даже Нужна, как бы ты Смотришь на это и понимаешь, что Есть нюансы Как это трактовать, а как это петь Это же не классические ноты, да Ну, привычные нам А почему бы я вообще заговорил про эти нотации Ну, потому что текст Религиозный, да Он существует как данность Вы не можете этому подкрутить Под мелодию, подкрутить по что-то еще Но вы можете ее по-разному спеть И как его петь зафиксировано в той самой нотации Которое, опять же, надо как-то трактовать Бывают разные, да Мы не знаем наверняка, как это звучало раньше Есть различные видео, где, например, один и тот же текст По разным нотациям, с разными подходами Там чисто научный подход Просто чтение нотаций и научный, например, подход Но с реальной исторической традицией, как поют Да, они звучат совершенно по-разному Это очень интересно И, в частности, есть интересный момент Что русский деклир, который принял на первых порах Вот это вот греческое условно пение, да, экзантийское Он столкнулся с тем, что текст это другой Язык другой Он отличается в плане фонетики В плане там ритмики и прочего-прочего И, соответственно, то, что работало там Оно не очень работает здесь, на другом языке Ему нужно было это менять, да Нужно было подгонять по себе И, в частности, посмотрите Вот мы сейчас опускаемся, да То есть мы суждаем воронку от всех Устанно говоря, религиозных там каких-то песнопений И вот мы уже сужились там, да Очень маленько, казалось бы, воронку Но смотрите дальше Вот специалист по религиозным, литургическим, значит, песнопениям Иван Гарднов есть такой Он выделяет, чтобы вы понимали, две эпохи Есть эпоха унисонного пения Есть эпоха многоголосного пения Каждая из этих эпох делится на четыре периода И первая, и вторая И это не просто там от балды, как с рок-музыкой Ну, вот это вот мы так назовем, это вот мы так назовем Ну, мало ли, да Разница в совершенно конкретных вещах Ну, например, второй период первой эпохи Характеризуется контакарным пением И столповым пением с соответствующими нотациями А вот уже в третьем периоде Вот это вот контакарное пение, оно исчезает Остается только столповое пение с его нотацией А в второй эпохе вообще все эти безлинейные нотации Старые вытеснены лимейными нотациями Но, да, и я сейчас говорю исключительно Как вы понимаете, про миг и макроуровень Мы идем на уровень ниже, на более как бы специфические вещи На такие исторические полоски И берем там Ну, чтобы вы понимали Бывают разные это песнопения Да, вот бывает, как вообще их характеризуют Как они делятся Они же на самом деле разные, да И вот с точки зрения, скажем так, литургической Значит, литургическое музыковение Вот эти песнопения можно классифицировать и разделять О некоторых признаках, да Ну, в частности, виды песнопения выделяют Первое, о литературно-поэтической и музыкальной форме текста При этом подчеркивается, что музыкальная форма в данном случае Это не музыкальная Как обычному музыкопическому смысле, да Типа советская музыка, не то Второе, положение песнопения в схеме данного богослужения Это же как бы прикладная вещь, да В каком-то смысле Не просто вышли, люди спели, ушли Третье, вид и способ исполнения И четвертое, как мне больше всего нравится Положение поющих во время исполнения Где кто стоит И вот по этим признакам выделяют Например, разные типы песнопений Характеризуют, да Ну, не то, чтобы так уже было много Давайте посмотрим Стихира, тропарь, канон, контакт Ипакой, антифон, прокимен, аллигуари, катавасия, эксапастелари и перчасти Вот Но все эти песнопения Или во всяком случае Многие, они тоже делятся на какие-то виды и под виды внутри себя И у них достаточно чуткие определения Например, тропарь Там страфа, в которой кратко результуется все Что было сказано в других песнопениях И даже меня То есть это главная богослужебная тема И с точки зрения музыкальной структуры Обычно тропарь это такое силлабическое песнопение Но я до этого тоже дойду А там их как бы много, да Потому что все характеризуются Но есть и другие измерения Например, есть Вот если мы будем рассматривать глазовые песнопения То есть те, которые поются на определенный глаз И до этого тоже дойдут С точки зрения чисто мелодического устройства Их делятся на самогласные, самоподобные и подобные Что касается непосредственно музыкального байдиса Опять же Там есть, конечно, так называемое осмогласие Осм 8 То есть это 8 музыкальных ладов Которые называют голосами То есть определенное песнопение Значит, делается, поется Исполняется в определенном ладу Ну, например Слава Тебе, показавшему нам свет Слава Вышне Богу и на земле Мир в человеке глаголение Хвалим Тя, благословим Тя Заклоняемся, слава словим Тя Благодарим Тя, великий я Ради славы Твоей я Господи Царю Небесный Боже, Отче Вседержителю Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе Господи Боже, Агнче Божий Сыне Отече По правилам, гласы, они чередуются То есть в определенный день Господствует какой-то определенный глаз Потом другой И вот таким образом образуется Восьминедельный круг Чередования вот этих вот глазов, ладов И он называется Глазовый столб Но есть еще Евангельский столб Одиннадцатинедельный Это чередование утренних Воскресных Евангелий И связанных к сопостеларе Фестихир, да И они там не очень пересекаются Просто мужики поют Ничего сложного Как вы понимаете То есть Это Ну это не просто так За этим есть смысл За всем этим есть смысл За всем этим есть определенная логика И конкретные факты То есть это не просто Какие-то такие вещи Например Есть система группировки Этих самых ладов Это автентический Главный И парный ему Логальный Побочный И в разных традициях Например Российская Византийская Эти системы выглядят Немножко по-разному Вот Но Есть же еще Распевы Распев Это Один из таких Ключевых моментов Один из ключевых понятий Это Фактически Система мелодий С определенной организацией И определенным методом Согласования музыки С непосредственным текстом Ну Если совсем грубо говорить Распевы Например Знамен Киевский Греческий Изантийский Болгарский И Вот эту штуку Про распев Вы как правило Сразу видите Прямо название трека Потому что это довольно важно Но Распевы Бывают полные Неполные Большие Малые А структурные Их делят на силабические Невматические И меризматические И То есть В каждого Рамках каждого Распева Кстати Еще и напевы Бывают Различаются Напев В отличие от распева Это группа Мелодий Для определенных Групп песнопений Например Стихи Ну или же мелодии Известного происхождения Вот например Напев Ильдинского Скита На фоне То есть Это конкретно Географически Скажем так Локализованные вещи Уклоняйтесь Отцу и Сыну И Святому Духу Троицы Единосущней И нераздельней Свят 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 Господь Сам Испомни Бог Испомни И земля Славы Твоей Я О Сан Нам Вышни И все вот эти вещи Все эти нюансы Вся эта сложность От которой я рассказал Только маленькую частичку Она вся исходит Из Как бы из реальности Из Производственной необходимости Да Потому что у тебя есть Различные Службы У тебя есть Различные тексты Которые Разного размера Разного там Цельполагания У тебя есть слова И Скажем так С разным количеством Слогов Которые могут Хорошо Ложиться На определенный Вот этот вот Глаз Ларь Или нехорошо Да И то есть Вот это все Складывается Так историческим образом Скажем так В одну большую Очень сложную Систему Которая может быть Издалека Кажется монолитной Но если Присмотреться Это как Ну как Звезда смерти Практически Очень большая Сложная вещь Да И Вот Все что я говорю Все это верхушки Айсберга Это все пока что Только про уставное То есть каноническое пение А если еще не уставное Не каноническое А говорю это Чтобы было понятно Что Это все Не просто Дяди поют Да За этим Всем стоят Реально века Это Целая вселенная Где все Подчинено Определенному смыслу Все не просто так Все эти вещи Ну Допольно строго Там зафиксированы При этом утверждается Что они еще и развиваются Потихонечку Да Во всем этом Есть смысл И Время По сути Вытесало Все это Всю эту музыку В такую какую-то В такую Которую возможно Не специалисты Да Вообще Погрузиться Не решаться Ну так Серьезно Да Я даже Можно сказать Я в нее не погружался Вот то что я вам Сейчас вот рассказал Да Какие бывают Разновидности Как их делят К чему это привязано Да Это все так Слегка на поверхности Да Даже близко Не Не подводит Ни меня Ни вас Наверное К глубокому пониманию Того Как все это организовано И Вот Я сказал Что Время вытесало Все это Вот в такую глыбу Да В которую Как бы Погружаться Наверное Никто не будет Но Это и не нужно Для того Чтобы она воспролела Да Эта музыка Как же она Пронимала Людей Там сотни Тысячи лет назад Просто представьте Какое испытание Времени Все это прошло Понятно Я когда Такую музыку слушаю Я потом Себя спрашиваю Когда заканчивается Типа А что после этого Будет вообще уместно Поставить Чтобы это Не звучало Не к месту И Это Все Очень Помогает Поместить Многие вещи В перспективу Скажем так Ну то есть Вот Представьте Довольно Часто сидишь Смотришь Там Какие-то Парады Какие-то Рецензии Прочее Прочее И вот Эти сплошные Разбрасывания Различными Эпитетами Поморощенные Критики Фанаты Прочее Прочее Они кидают Это гениальные Дучшие В адрес чего угодно Практически Куда ни плюнь Каждая группа Волшебная Восхитительная Культовая Легендарная Гениальная Топ-20 Топ-10 Топ-5 7 медалей за участие Да Ну ребят Если у вас все выдающееся У вас ничего Нет выдающееся Выдаваться Это как бы Физически Даже в смысле слова Да Это Выделяться Из чего-то еще Да Все эти слова Которые люди Как правило Бросают Не особо Вдумываясь Это Вы Это не просто Профанация Это шум ветра Это мусор Понимаете У меня К людям Которые так вот Легко разбрасываются Пикетами Превосходными Такими суперлотипами Есть Такой вопрос Ребят Вы Уверены Что Этот ярлычок Эта музыка Останется таковой Например Через год Вот этот вот Замечательный Топ-5 Топ-10 Культовой Легендарного Восхитительного Альбома Он таким Будет Через 10 лет Или Про него Забудут Да не то Что все Забудут Вы сами Про него Будете Помнить А что Через 50 лет Он придет Испытание Времени И Данная Данная музыка Очень хорошо Позволяет Это понять Большому счету А почему И почему Собственно Почему Как-нибудь Пение Это тоже Хороший вопрос Почему пение А пение Пение Потому что Есть такой момент Есть такой момент С точки зрения Литургической Даже не музыковедения Наверное Просто с точки зрения Религиозной Инструментальная музыка Использовалась Язычниками Культовых церемоний А христиане Мы говорим Про христианство В данном контексте Они славят Бога Не безжизненными Бездушными Инструментами А благородным Естественным Инструментом Голоса То есть Не предметами Какими-то Бездушными А инструментами Голоса Только слов В понимании Таком вот Религиозном Дает музыкальным звукам Определенный Точный смысл Инструменты С этой точки зрения Это такой Эмоциональный элемент Который Вносит Неоднозначность И дает Очень большой Простор Для субъективности Страхтовки Что В религиозном Контексте Скажем так Не очень приемлемо Если смотреть дальше Даже Не с точки зрения Я сейчас вам Озвучу Такую Как это Официальную Политику Партии Но даже Если смотреть Скажем так Не с Религиозной Точки зрения Лучше Спрашивать Конечно У верующих А просто Чисто С философской Получается Что Вот эта Унисонарность Она как бы Фильтрует Окружающий мир И она убирает Судяшнее Наносное И этот мир Редуцирует Будущий мир До такой Вокальной Сингулярности Которая выступает В роли Антологического Универсали И даже С точки зрения Исполнителя Это тоже Очень важный момент Ты один Условно говоря Даже если ты в хоре Ты условно говоря Голый Здесь ты не спрячешь За каким-то Мощным звуком Который тебя накрутит Какими-то Студийными Манипуляциями Или наложениями Вот эту дорожку Положим Есть только ты И твой голос Вот и все То есть Человеческий голос Это такая Особенная вещь В частности С религиозной Точки зрения Потому что Он позволяет тебе Словно говоря Общаться с Богом Напрямую Без посредников В виде Музыкальных инструментов И он От тебя Не требует Он Как бы уравнивает Абсолютно всех Тебе не нужно иметь Дорогое оборудование Тебе не нужно Иметь Какую Дорогую Звукозаписочную студию Или что-то еще Где-то голос Не важно Ты миллионер Где-нибудь Сидящий в Майами Или ты Монах У которого Ничего нет Кроме ряс И какой-нибудь Избушке Где-то Вы в данном Случае Условно говоря Равны У вас Одинаковый инструмент И одинаковый способ Общения И Это вот Одно из ключевых Отличий Человеческого голоса В частности Как инструмента И пения Как реализации Скажем так Голоса А человеческий голос Это то, с чем мы Пришли в этот мир Это то, с чего Музыка Началась И Скорее всего Это то, чем Музыка и закончится Музыка